Особое мнение на 101FM Валерий Николаевич пришел с организационного заседания рабочей группы по проекту переработки строительного мусора. Давайте поясним, что это такое, о чем договорились, какие перспективы у этого проекта, что нам ждать. У данной темы, вы видите, ноги растут издалека. Взять Архангельскую область, тема Шиеса, мусорные вещи, где полигон был закрыт по требованию населения. У нас аналогичная ситуация Тосинцы. Там не совсем строительный мусор. Мы говорим вообще, тема, мусорная тема, она достаточно такая актуальная. И Мородыкова у нас здесь. Плюс закрыта тема создания соответствующего предприятия по сортировке и переработке мусора, которые там планировались. Еще Шульгин подписывал эти документы. И в результате получилось, мы все работали, 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 а в результате пришли к нулю. И вчера было объявлено, что 44 площадки рассматриваются для того, чтобы через два с половиной года мы чего-то сделали. Вопрос. Что теперь делать городу? И город на сегодняшний день, в общем-то, в тупиковой ситуации рассматривает различные предложения. Но мы предложили простую тему, которая, на наш взгляд, беспроигрышная. Некоммерческое партнерство «Биотехнологический кластер» Кировской области. Мы предложили тему, что вот есть строительство. Мы 0,43 квадратных метра на одного жителя строим по итогам 2019 года. К 35-му году мы должны строить 0,86 квадратных метров. Значит, к 35-му году в два раза должно увеличиться. Это означает, что строительство не будет убывать. И мы коснулись, посмотрели, а что там мусор какой есть. И оказалось, что это достаточно большие объемы отходов строительного производства. Там упаковка, там поддоны и так далее. Там масса таких вещей. Пластики различные, утеплители. В общем, очень большое количество. Мы заключили соответствующие соглашения с строительными компаниями и говорим, отдавайте нам мусор. Вы платите сейчас куприту за то, что этот мусор они у вас забирают. А мы у вас бесплатно будем забирать и перерабатывать это, опять же, на возвратной основе в некие продукты. То есть вы уже договорились с несколькими строительными компаниями на то, чтобы они этот мусор отдавали. Да, мы забираем уже, практически у всех мы забираем строительный мусор. Где-то 30% строительного мусора. Потому что часть мусора строительные компании, они оставляют у себя для того, чтобы, когда облагораживают площадки придомовые, они используют вот этот отходы бетона, там кирпича, бутят так называемые площадки для того, чтобы потом класть асфальт. Вот, поэтому в данном отношении вот такая тема нами запущена. И мы предложили городу, ребята, давайте вот по схеме МЧП поработаем, муниципально-частного партнерства. То есть для того, чтобы перерабатывать этот мусор, нужно оборудование. Оборудование купить, нужны деньги, денег нет. А по схеме соглашения о муниципально-частном партнерстве мы можем взять кредит, гарантированный кредит, с гарантиями, что мы его вернем. И город говорит, а в принципе тема-то интересная. И мы можем дальше двинуться по этой теме. Утилизация шин и переработка в нужные продукты. Утилизация и переработка пластиков, которые относятся к категории третьего класса опасности. И у нас нету таких массовых технологий, чтобы мы могли производить какую-то продукцию. Поэтому мы посмотрели, сегодня совещание прошло. И к чести надо отдать Ковалева, Осипов, как руководители города. То есть руководители города были на этом совещали. Мы создали эту тему, и сегодня даны указания о том, чтобы подготовить, уже оформить рабочую группу. Куда вошли федеральная антимонопольная служба, налоговая служба, представители Сбербанка, представители Центробанка, как контролеры будущего выделения кредита по назначению и так далее. А кредит будет брать город, если брать? Нет, нет, нет. Нет, будет создаваться некий консорциум, потому что город-то не имеет права участвовать в бизнес-проектах. А будут аффилированные лица участвовать, городские. Ну, в данном случае мы говорим о Гордор-Мос-Трое. Это акционерное общество, 100% собственности там у города. И поэтому мы договорились о том, что вот Гордор-Мос-Трое будет выступать политически. И заказчиком город будет выступать по уборке вот этих отходов и мусора. А организатором этого процесса будет Гордор-Мос-Трой. И он же будет приобретать конечную продукцию отхода Гордор-Мос-Трой. Плюс строительные компании. А строительные же компании, они должны сдавать дома с благоустроенными площадками, там детскими городками, спортивными площадками и так далее. То есть город здесь просто некий гарант. Гарант и заказчик. Он заказчик, потому что стратегию примут все равно в этом году до 35-го или 40-го года. И там четко обозначено, что учитывая, что денег нам не дают и не дадут, так просто, скорее всего, заберут. Надо искать другие источники инвестирования вот этих программ, которые включены в ранг национальных проектов. Мы попытались войти в национальные проекты в город Киров, нас не пустили туда. Следовательно, по факту, если мы начнем сейчас заниматься этими вопросами, подключим бизнес к этому вопросу, науку. И дальше существует возможность войти уже в федеральные программы. То есть если я правильно понимаю, вы покупаете мусор, берете мусор, перерабатываете его и делаете из него какие-то объекты для благоустройства. Полуфабрикаты, да. Полуфабрикаты для строительного производства, для восстановления дорожного полотна. Что это за полуфабрикаты? Полуфабрикаты, ну, скажем, пластик, раздробленный в крошку, который дальше можно использовать для изготовления. То есть то, что можно перерабатывать. То есть это не будут какие-то готовые элементы. Нет, будут и готовые элементы, если мы говорим о резине. Вот о пластиках мы говорим о том, что, скажем, общество слепых имеет соответствующее предприятие в котельниче. Они закупают вот этот полуфабрикат-крошку втрейдорога для того, чтобы делать соответствующие там метлы и так далее и тому подобное. Ну, видели, дворники метут вот эти метлы, да? Вот, а они их делают. Ну, они закупают где-то, а мы можем просто, ну, по сути дела, по себестоимости отдавать вот этот полуфабрикат и кидать цены на этот вопрос. То есть замыкается целая цепочка по благоустройству опять того же города. А что мы будем из этого делать? То есть это что, скамейки, это все элементы? Это все будет делаться. Это гордор-мозстрой, мы пока предполагаем, что будут использоваться приемлемые материалы для создания там дорожного полотна, ремонта дворовых территорий, там железобетонные какие-то изделия изготавливать и делать. Поэтому там проект достаточно такой глубокий. Мы на первом этапе пытаемся небольшой, чтобы проверить, как эта схема работает. Она же достаточно прозрачная и не позволяет воровать. Почему там, скажем, и налоговая будет участвовать в разработке этой модели, и федеральная антимонопольная служба и так далее. Ну, хватит уже воровать-то. А перерабатывать-то кто будет? Мы. То есть специально создается консорциум. Ну, нет, это какой-то завод. Что это будет за предприятие? Вы говорите, у нас нет мощностей. Есть специально созданное предприятие, участник, член кластера нашего. Оно называется научно-производственное предприятие, экологические технологии и решения. Арендована уже большая площадка, бывшие цеха там предприятия. То есть площадка есть, нужно только оборудование. Да, уже идет сбор, мы уже работаем в этом отношении без города. А здесь мы сказали, учитывая, что уже идет работа, давайте объединим вот эту проблему города сбора, переработки мусора. Объединим, не будем ждать, когда там решат кто-то, где-то там, какие-то деньги, заводы, миллиарды и так далее. Начнем с малого. По нашим расчетам, где-то миллиона, три всего лишь надо будет на начальном этапе инвестиций. А вот дальше уже развиваться будет проект, если успешно он пойдет. Где-то 120 миллионов мы инвестиций будем вкладывать. А если этот этап произойдет, это банк будет. Ну, заемные. Да, заемные средства. Но они будут фигурированы как собственные средства бизнеса. Вот, на мой взгляд, это очень серьезная штука. Если она получится, мы интересовались по России, нигде подобного проекта нет. То есть мы будем первопроходцами? А куда нам деваться? Жизнь заставляет. Есть какие-то сроки у этого проекта? То есть когда мы можем увидеть, ну, какие-то первые результаты? Нет, уже результаты есть. Уже продается часть продукции и так далее. В масштабах такие, чтобы это было заметно простому человеку? А, нет, но в данном вопросе... Вот мы, например, уличный смет забираем сегодня у гордор Мостроя. Уличный смет — это вот это, что собирают из урны и так далее, там бутылки пластиковые, бумагу, банки из-под пива и воды и так далее. Вот это все сегодня забираем где-то половину этого уличного смета. Это тысячу тонн все же в год и так далее. Поэтому оно уже идет работа. Уже идет работа. Ну, то есть вы забираете и перерабатываете в некий там пластик, что-то в пластик? Да, да, да. Либо полуфабрикат, да, либо полуфабрикат, либо что-то делается и так далее и тому подобное, как вторичное сырье используется. Либо что-то еще, какой-то продукт делать. Там подключены институт химии Академии наук, институт химии ВИАДГУ, институт биологии и биотехнологии ВИАДГУ подключены. То есть наука там еще подтянута. Но все-таки в масштабах города когда мы это можем увидеть? Я думаю, что проект будет запущен к концу года точно. Уже мы увидим, мы уже все это будем забирать. Мы и сейчас забираем 30% строительного морсора и 50% уличного смета. То есть к концу года какие-то результаты? Да, да. То есть я думаю, что в любом случае, даже если город не пойдет в создание консорции, мы все равно будем этот проект реализовать. Мы найдем деньги для того, чтобы его реализовывать. Другое дело, в нашем понимании отходы в доходы для города, это был бы уникальный проект, который бы экономили бы на утилизации, вывозке, мусор и так далее и тому подобное. С одной стороны бюджет экономится, с другой стороны мы получаем не в тридерга, а получаем какие-то сырьевые элементы, ресурсные элементы по себестоимости для того, чтобы выполняли функциональные свои обязанности соответствующие структуры городские. По благоустройству, по комфортной среде обитания. Я так понимаю, что вы сказали, что можно еще в дорожном строительстве использовать. Наверное, это удешевление пойдет километра строительства дороги. Нет, это не будет дороги, потому что это будет, скорее всего, внутригородские дороги, не магистральные дороги. Но, тем не менее, это все равно расходы бюджета, это все равно сокращение потенциальных. Конечно, конечно. Мы ставим задачу удешевления, а дальше планируем выйти с этой темы на чистые сооружения. Это чистая вода. Дальше планируем выйти с этой темы на газоны, чистые газоны и прилегающие территории парковых зон к дорогам. Надо эти грунты убирать, надо ставить там чистые грунты и так далее. И идти по теме-то уже чистый, здоровый город. И мы перед собой ставим задачу. Мы, как биотехнологический кластер, думаю, удастся убедить город, что мы должны в перспективе войти в международную ассоциацию «Здоровый город». Вот такие амбициозные планы. Да, планы действительно амбициозные. Я надеюсь, что у вас получится. На мой взгляд, существо сегодняшнего разговора заключается не в том, что мы обозначаем «бла-бла-бла», «надо-надо-надо», а уже приступили к конкретным шагам. Вот это, на мой взгляд, это победа. Это очень серьезная победа. Потому что очень много мы говорим, но нифига никто ничего не делает. А вот сегодня, по факту, пошли по пути уже реализации. Созданная рабочая группа, консультанты, экспертиза, подготовка бизнес-плана, подготовка соглашения МЧП и дальше движемся. Я правильно понимаю, что это будут специалисты администрации заниматься, разработкой вот этих проектов, плюс ваши специалисты? Нет, наши специалисты, плюс представители тех, кто обязан этим заниматься в соответствии с законом федеральным о ГЧП и МЧП. То есть это соответствующие федеральные структуры. Они обязаны в соответствии с законодательством контролировать и вести эти тематики. Не говорят, мы хотим или не хотим, а они обязаны. Поэтому будут заниматься достаточно серьезно. А мы будем, чего, вот как кластер, у нас есть основной будет оператор, там какая-то будет, ну, структура, которую мы называем управляющей компанией. Скорее всего, это будет вот это научно-производственное предприятие, которое будет весь технологический процесс выполнять, чисто экономическую такую составляющую. А управляющая компания биотехнологического кластера будет сопровождать этот проект для того, чтобы снять вот эти политические, организационные риски, учитывая, что это будет замкнутый цикл, и там будет не один, и даже не пять участников в этой технологической цепочке, чтобы вот эти все преграды снимались в свое время. В общем, организационная функция. Да, 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 да. Поэтому вот я уже проинформировал Москву, они говорят, если у вас это получится, мы тогда начнем масштабировать и развернуть по всей стране этот подобный проект. Хорошо, будем следить за проектом, посмотрим, что получится. Вот видите, как интересно, прям с колес у нас получилось. Да, сегодня было заседание, организационное заседание, и вот сегодня мы уже об этом говорим. Но давайте к теме перейдем, которую мы планировали обсуждать. Да, это появление в Кирове экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он, по данным СМИ, был этапирован в Киров из Рязанской колонии и должен здесь уже давать показания в статусе свидетеля по делу, по расследованию ситуации с банкротством КРИК. Кировская региональная ипотечная корпорация. Да, и слушателям напомню, что с третьего года она была, в третьем году она была создана, до восемнадцатого года просуществовала, пятнадцать лет, причем десять лет из этих пятнадцати вы были в статусе депутата законодательного собрания. Более того, последние годы я был председателем комитета. Как раз об этом, да, я хотела сказать, что... Да, и как раз в какой-то степени, ну, я обязан был и контролировал деятельность КРИК. Да, об этом я и хочу сказать, что вы, как председатель экономического комитета, вы эту ситуацию разбирали. И вам говорили о том, что в КРИКе есть действительно проблемы, в частности с программой служебное жилье и так далее. Это все-таки вот то, что сегодня происходит. Это вот результат такого коллектива? Это коллективная ответственность или все-таки это виноваты конкретные люди, которые были в управлении КРИК? Вы правильно уловили ситуацию, и, на мой взгляд, это где-то прозвучало абсолютно объективно, что априори КРИК не должен обанкротиться. Да, это ваши слова, да? Да, да, то есть такая модель, которая, ну, абсолютно беспроигрышная. И возможностью банкротства было две вещи. Это решение социального проекта, под который должны были вкладываться деньги из бюджета, областного бюджета. Вы говорили там служебное жилье для бюджетников, да. Служебное жилье для бюджетников. И эту тему мы активно муссировали. И тогда, когда поднимался вопрос, давайте 200 миллионов туда вложим в КРИК и обеспечим вот эту гарантию того, чтобы было приобретено это жилье. То есть смысл очень правильный, на первый взгляд. Заключается в том, что КРИК является заказчиком перед строительными компаниями, не покупает жилье по рыночной цене, а заказ осуществляет у строительных компаний строительство вот этого специального жилья, и оно получается, ну, в полтора, чуть ли не в два раза дешевле. По себестоимости. По себестоимости, да. По себестоимости получается дешевле. И логика вроде бы правильная закладывалась. Но тогда я вспоминаю заседание законодательного собрания. Поднимали вопросы и говорили, там и денег и так достаточно, пусть берут деньги КРИК у банка. Финансирует и отбивает эти деньги. Но возникал тогда вопрос, а как их отбить-то? Накладные и так далее и тому подобное. То есть банк тоже ж не дурак. Он же дает КРИК кредиты под определенные проценты по ценам жилья рыночной. По рыночным ценам. А мы говорим о своих ценах, потому что это соответствующий проект. И возникала вот эта вилка, а кто будет возвращать вот эти 200 миллионов? То есть кто будет вот это заполнять? Да, 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 разницу, кто будет заполнять. И тогда я выступил Никите Юрьевичу прямо на законодательном собрании. И Елена Васильевна тогда присутствовала, Ковалева, она тогда была министром финансов. Ну, я не помню, то ли департамент. По-моему, департамент был. Не преобразовано было министерство. Вот, и мы говорили о том, что надо эти деньги каким-то образом отбивать. Никита Юрьевич задал мне вопрос, говорит, а вы-то как видите? На что я ему ответил? Я говорю, ну, давайте так говорить, по чесноку. Вот берем тогда таким образом. 10% криковских квартир, которые будут строиться, можно реализовывать по рыночной цене. То есть мы даем 200 миллионов, 200 миллионов, и при этом 10% выстроенных квартир по программе социального жилья, мы ничего здесь не нарушаем. Мы просто эти деньги пускаем в оборот по обычной схеме модели ипотечного кредитования. Мы продаем, по сути дела, квартиры по рыночной цене. Получается, у нас разница. Вот за счет этой разницы... То есть вот за счет вот этих продаж, этих 10% уже можно было это покрыть? Мы возвращаем бюджетный, по сути, заем. То есть этого было достаточно, чтобы закрыть разницу? Да, после этого... Нет, это очень интересная схема-то. Дальше вдруг молчание делается в определенный перерыв, и потом поднимается уже цифра не 200 миллионов, а 100 миллионов. То есть сели, посчитали, елки, а вот оно прям лежит. То есть разрыв прямо на 100 миллионов. Сразу 100 миллионов упало. Я к чему этот вопрос привожу? Что схема, когда мы ее прорабатывали, она была абсолютно прозрачная и понятная. Абсолютно понятная. И все мы решали вопросы. Более того, мы даже нагрузку с бюджета снимали под вроде бы решение социального проекта. И потом мы слушали, возглавлял Сан Саныч Галинских, да, возглавлял. Мы несколько раз слушали эту тему, где экономическая эффективность и какова эта экономическая эффективность от реализации этого проекта. Там были заморочки. Но мне кажется, камень преткновения тогда возник уже в самом руководстве Крика. То есть подсказав, где можно зарабатывать деньги, мне так показалось. Крик соблазнился на эту тему, где и пошел вот этот вот тот разрыв, который должен был погашаться за счет, извините, прямым текстом, спекулятивной составляющей. Крик должен был продавать, а они эту составляющую стали проводить, как по себестоимости продали, а в действительности начали... Я правильно понимаю, что даже продажа вот этих 10% это, в общем-то, ну, нет нарушения все равно. Да, но оно как нарушение? Оно не нарушение, а это должно было быть принято соответствующее решение о том, что, ребята, вот так и так, ничего тут нарушенного-то нету. Мы работаем по общей схеме ипотечного кредитования. Другое, что Крик Кировской области... Ну, если еще раньше смотреть, когда возглавляла Орешкович эту тему, я тогда поднял вопрос, я говорю, ребята, а почему мы продаем квартиры по нашей Криковской схеме по рыночной цене? А не надо ли нам по себестоимости продавать? И тогда мне Екатерина сказала, говорит, ну, если они покупают по этой цене, то почему не продать, не заработать на этом деле? Ну, и вы помните, тогда со скандалом она ушла с этой компании, очень были завышенные цены, невозвратность средств пошла, и предбанкротное состояние было Крику объявлено. То есть была нарушена схема, а по сути был сговор между строительными компаниями и Крик на завышение вот этой вот цены. Они начинали со вторичного жилья, вкладывались во вторичное жилье, обеспечили обороты, и потом на этих оборотах вторички начали строить и выдвигать цену на первичное жилье. То есть цены вздули, создав такую видимость искусственного дефицита. Все-таки Крик, банкротство Крика, все-таки коллективная это ответственность? Нет, я думаю, что в данном вопросе я далек от той мысли, что там Ковалева или Белых со всеми, скажем, неприятием Никиты Юрьевича, потому что мы были во многом идеологические противники. Ну, я не буду в тонкости опускаться, ну, то есть это не мой друг, да, так скажем, а скорее больше враг, потому что подводил по полной программе. И подставы такие были, что мама не горит. По идее, я должен был раньше его сидеть, как он меня подставлял, да. Но это просто то, что не пользовались, и по чесноку работа шла в открытую, да, меня было очень тяжело взять. А так, в принципе, очень сложная была ситуация. Но я должен отметить, что в данном отношении по нормативке выстроено было все правильно. То есть и говорить о том, что отвечает там Белых или Ковалева, да, они должны были контролировать, но схемы проводились по документам, тоже комар носа не подточит. А дальше-то пошла криминальная составляющая, корруппсогенная составляющая, а она уже зависела от руководства. Может быть, я не исключаю, но я очень слабо себе представляю, что сказал, вы Белых, да, приглашаете меня как руководителя Крика и договариваете о том, что ты часть денег отмываешь для того, чтобы... По-моему, Никита Юрьевич, он достаточно был, ну, свободен в приобретении других источников там дохода для своих решений. То есть это не тот путь. Давайте мы сделаем перерыв и вернемся и продолжим еще эту тему. Возвращаемся в студию. Особое мнение продолжаем. Гость наш сегодня, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат Законодательного собрания 4-5 созывов Валерий Турула. Мы продолжаем обсуждать ситуацию вокруг Кировской региональной ипотечной корпорации. И мой следующий вопрос, вот вся ситуация с Криком, да, которую мы там начали обсуждать до перерыва, это все-таки результат плохого управления или это целенаправленное банкротство? Ну, в моем понимании, плохое управление вы закладываете... Да, плохое управление за это не судят. Я думаю, что присутствует и то, и то. Плохое управление с нашей точки зрения, а с их точки зрения, наверное, это хорошее было управление, которое позволяло им отмывать определенные деньги. То есть, поэтому это такое относительное понятие плохое управление. С точки зрения общественного, да, это плохое, вредное для нас управление. А как для бизнеса, они просто нашли там ручеечек, по которому они могут отмывать некие деньги, причем немалые деньги. И вы же помните, тогда скандал-то произошел, когда молодая семья там пожаловалась и говорит, а почему мне по завышенным расценкам там дополнительные метры, да, 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 да. Ну, то есть, по бюджету там для молодой семьи по одной цене, а учитывая, что квартира там была с увеличенным количеством метров, эти метры уже шли по совершенно другой цене. Ну, которые сверх нормы. Да, 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 да. Ну, вы помните этот скандал, да, из-за чего там шум гам был и так далее. А это уже следствие вот этой всей модели, которая была выстроена. На мой взгляд, тогда уже надо было обратить внимание, что где-то вот лазейки там обеспечиваются для того, чтобы воровать. Вот. Хорошо, почему сейчас обратили внимание? Следовательно, мы и даем ответ на ваш второй вопрос. То есть, вот это неэффективное, назовем, управление для города, для бюджета, оно повлекло то, что дальнейшим событием было вот это вот попустительство, которое приводит к банкротству. Почему сейчас органы правоохранителя на внимание обратили на крик? Если вы говорите, нужно было раньше к этому возвращаться, к этому обращаться. Ну, что я вам скажу, я могу рассуждать по данному вопросу, да, приближается срок, когда должен Никита Юрьевич выйти из заключения. Ну, уж не так он близко, еще 4 года, по-моему, до 2024 года. Конечно, конечно, по УДО выйдет. Это 50% срока. Единственное, там ему надо будет решить вопрос со штрафными санкциями, он должен проплатить определенную сумму, тогда по УДО он выйдет. Я думаю, он по УДО выйдет. Вот. И власти очень, ну, неинтересно, чтобы он вышел. Так. Следовательно, вот какие-то вот вопросы обременительные для принятия решения УДО, они должны возникнуть. И если они возникнут, как дополнительные какие-то вопросы к Никиту Юрьевичу, то о УДО речи быть что? Не может. Будут разбираться еще и так далее, там следы какие-то, что вновь открывшиеся какие-то обстоятельства и так далее и тому подобное. Почему это так, на мой взгляд? Потому что Никита Юрьевич сделал соответствующее заявление. Ему же предлагали признать свою вину и решить вопрос УДО. Он отказался. Он сказал, нет, ребята, я признавать свою вину не буду. Но выйду, я попытаюсь разрулить эту ситуацию и сказать, кто есть кто. Это его заявление. Я думаю, что вот это является для него... Ему не надо было так говорить. Ему не надо. Ему надо было... Ну, один раз ты наступил на грабли, чё ты чеснока-то играешь. И лезь на рожон. Да, чё ты лезешь на рожон? Сидишь ограниченный, ну, выкопают там еще. Сейчас тысячу скелетов найдут, ёлки-мяк. Ну, то есть, если вашей логике следовать, правильно ли я понимаю, что Никита Юрьевич в этом деле может сменить процессуальный статус, а статус свидетеля на какой-то еще другой. Да, я думаю, что да. Что пособничество этой деятельности и, может быть, даже какая-то заинтересованность. То есть, попытаются вскрыть линию, где он задействован на эту тему. Хотя я вот и не раз говорил, я, например, в открытую никаких показаний давать не буду, но я знаю те вещи, за которые Никиту Юрьевичу надо сажать однозначно. Ещё какие-то люди могут в этом деле, ну, тоже оказаться? Ну, не знаю, вы же там озвучивали где-то, что и Ковалёва может здесь быть пристёгнута. Да, конечно, она может быть пристёгнута. Поэтому, в какой-то степени, я думаю, что Министерство строительства может быть пристёгнуто, потому что без них решать эти вопросы было практически невозможно. И одно из последних заседаний, я сейчас вспоминаю Комитета экономического развития, мы слушали как раз строительные компании и говорили о том, что Министерство строительства не выполняет своих функций, давая лицензии на строительство, не контролирует строительство. Я тогда объявил им, что 15 фирм, они приведут к достаточно большому количеству обманутых дольщиков. На что мне прокуратура сказала, откуда у вас 15 фирм, у нас только 5 числится. Я говорю, ну, плохо, что у вас только 5 числится. Ну, а жизнь показала, что там больше 15 фирм потом всплыло, и опять, вон, Метелёв до сегодняшнего дня, там, Горбуновый стоит этот дом, памятник, ёлки зелёные. Поэтому в данном отношении, я думаю, что это звенья одной цепи, вот эта вся замычка. И не случайно тогда министр строительства был немедленно заменён, немедленно был заменён этот товарищ по капремонту, ремонту, потому что это тоже какая-то непонятная схема использования ресурсов, которые находятся в пассиве, и освоение там 10-15% собираемости. Ну, то есть, очень много такого туманного, что мама не горит. То есть, по вашему мнению, все вопросы, которые у следователей возникают, они возникают именно к прошлой команде, к тем людям, которые стояли у руля там в министерстве? Что да, что они систему закладывали, а это якобы идёт по инерции. Я почему спрашиваю? Потому что некоторые СМИ передают, что Никита Юрьевич как раз допрошен будет по той ситуации, которая произошла уже после того, как он оставил губернаторский пост. Но они его попытаются показать, что это система им заложенная, якобы, и так далее, и тому подобное. То есть, причину следственной связи установить. Ну, это в моём понимании. Ну, мы сегодня не утверждаем, а мы просто высказываем своё мнение, да, мы предполагаем. Как один из вариантов. Но, к сожалению, логика очень жёсткая штука, да, когда причина следственной связи. Вероятность подобного сценария, она достаточно велика. У нас не так много времени до конца остаётся, буквально 5 минут. Давайте мы поговорим про НТО. Я понимаю, что тема большая, но, тем не менее, постараемся как-то её вот это ужать. В своём интервью, которое вот бизнес-новостям, да, которое в минувшее воскресенье вышло, вы сказали, что до сих пор идут суды по предпринимателям, которые были, ларьки которых были снесены, и которые размещались на Капсимольской площади. Но там не столько суды, сколько идут возбуждение уголовных дел, закрытие уголовных дел, опять возбуждение уголовных дел, опять закрытие уголовных дел. И вот эти вот следственные процедуры, они не доводят до судебного процесса. И, ну, я даже сбился с счёту, сколько и чего там происходит. И до сегодняшнего дня, действительно, вот Вятка Рос, так называемая организация, она у нас была базовая, она была нанята профсоюзной организацией Ассоциации защиты прав малого бизнеса, была такая профсоюзная организация. Эта Вятка Рос была оператором вот этих объектов НТО на Комсомольском рынке. То есть она была назначена, выбрана, договор с ней был заключён. А все объекты, они принадлежали профсоюзной организации. Но как оператор она имела вот эта вот Вятка Рос, свои объекты там, дорожки там, помните, они были плиткой выложены, да, заборы там, временные объекты соответствующие для того, чтобы всё это организовать и управлять. И вдруг это всё снимается, мы начинаем искать это имущество, где-то полтора миллиона рублей. Ну вот называли цифру 8. Нет, это второе. Это я только часть говорю, как управляющая компания, полтора миллиона. И мы находим эти объекты, уже город там, у какого-то дома управления, забор появился там, плитка выложена, и они не отрицают, город не отрицает, что да, это ваша плитка. То есть проблема в том, что город до сих пор не отдаёт то, что он забрал. Не отдаёт. Тогда ещё в 15-м году. Да, 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 да. А вторая часть, когда они сносили, вот эти имущества, ну я уже не помню, там более 55, по-моему, объектов было, это объекты, вот эти нестационарные ларьки, киоски, которые там находились, они их тоже увезли. Проблема в том, что предприниматели не могут доказать права собственности. А почему не отдают? А следственные действия заключают, что мы не можем найти виновников. А кто виновен в этом? Классика, правда же, жанра, да? То есть есть пострадавшие, есть нанесённый вред, ущерб, а нету, кто нанёс этот вред. То есть нет какого-то физического или юридического лица, который... Якобы нет. Но у нас есть фотографии, кто там ездил. Есть же постановления о спасе рынка, например. Да, постановления, распоряжения соответствующие главы города и так далее и тому подобное. И они говорят, и уходят в сторону. А вот нет, и всё. И всё время пишут там отказ, 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 отказ. Мы говорим, ну хотя бы отдайте имущество-то. И имущество не отдают. То есть получается 8 миллионов перед профсоюзом должны. Ну, схема была такова. На мой взгляд, она очень правильная была схема. То есть мы у частного бизнеса выкупили эти все объекты, профсоюз, и этому же бизнесу отдали в аренду, в по-нулевую аренду. И таким образом профсоюз обеспечивал рабочими местами вот этих вот киоскёров. Не они были собственниками. Вы поняли, да? Схема вообще супер была схема. Мы ещё и рабочие места обеспечивали и так далее и тому подобное. И следили за этим. Вот. А получилось-то, видите, сейчас мы ничего получить назад не можем. Не то, что индивидуальный предприниматель, а профсоюзная организация на 8 миллионов была нагрета городом. Перспективы вы как оцениваете? Ну, я не знаю. Здесь нужна просто элементарная, на мой взгляд, воля городской администрации, которая должна назначить собственное расследование, на мой взгляд, собственное расследование, определить, где что находится, и по-честному вернуть это имущество. Если оно уже утрачено, то выплатить компенсацию. Вы не обращались к администрации? Куда? Почему? Мы же как не обращались? Почему следственные-то действия идут? Администрация говорит, это не мы. Хотя, раз пришли... Прийти к главе администрации, сказать, что давайте мы в таком форме. Ну, сейчас нет, не обращались, потому что мы все время педалируем, как это, нормативную стезю. Все сделать по закону. Да, по закону. В данном отношении это предсудебные действия, но сегодняшняя администрация вполне обоснованно может сказать, ребята, а мы-то тут при чем? То есть, это взятие нарушения предыдущей администрации на свои плечи, но это дураком надо быть, чтобы взять. Понимаете, да? То есть, следовательно, они скажут, пусть будет решение суда, мы тогда его выполним. С решением суда и приходите. Да, да, вы поняли, замкнутый цикл. То есть, вот цепочка, которую разрулить практически невозможно. И если вы обратили внимание, я в интервью бизнес-новостям так и сказал, что утрачено доверие к власти бизнеса малого, и поэтому пока не будет восстановлено это доверие, ни о каком развитии малого бизнеса и предпринимательства речь и быть не может. Обманут. На этой грустной ноте мы заканчиваем нашу программу, завершаем особое мнение. Валерий Турула, законодательный 4-5 СССР, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, был у нас в гостях. Спасибо. Всего доброго. И вам спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM